4 июля стало известно, что в отношении бывшего председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Бывшему чиновнику вменяются три криминальных эпизода, включая неправомерное авансирование в 2017 году в размере 2 миллиардов рублей компании «Крокус Интернешнл», задействованной при строительстве центральной кольцевой автодороги «ЦКАД» в Подмосковье. По делу об афере с деньгами «ЦКАД» обвинения, возможно, могут предъявить и хозяину Крокуса, Аразу Агаларову. В Следственном комитете России расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя правления «Автодора» Сергея Кельбаха, который подозревается в злоупотреблении должностного полномочия. По данным следствия, в 2015 году Кельбах согласовал незаконную оплату фирмы «Кольцевая магистраль» комиссии в размере около 4 миллионов рублей за банковскую гарантию. В 2017 году он дал согласие на неправомерное выделение дополнительного аванса в размере 2 миллиардов рублей компании «Крокус Интернешнл». Уголовное дело возбуждено после аудита счетной палаты. Аудиторы установили, что «Автодор» и «Крокус Интернешнл» не выполнили взятых на себя обязательств, что привело к увеличению стоимости и сроков строительства. Вместо разрешенных 30% аванса в размере 12 миллиардов 600 миллионов рублей «Крокус Интернешнл» получила от «Автодора» 14 миллиардов 600 миллионов рублей, что составляет 35%. Реально выполненных работ оказалось чуть более чем на 23%. Более того, вместо планируемых 1100 рабочих мест и 638 машин на объекте, во время проверки было зафиксировано 50 рабочих и 30 единиц техники, что вызвало возмущение аудиторов. Следствие и ФСБ считают, что Кельбах, будучи главой «Автодора», необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014-2017 годах, а также злоупотребил своими полномочиями. Редакция «Момент истины» направила приглашение на участие представителей «Крокус Интернешнл» в программе. Эти фирмы занимались строительством центральной кольцевой автомобильной дороги в рамках заключенных с «Автодором» соглашений. В результате действий Кельбаха были необоснованно использованы бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, выделенные на строительство участков центральной автомобильной кольцевой дороги. Помимо этого, как полагает следствие, подозреваемый необоснованно оплатил фирме «Союз Дорпроект» более 130 миллионов рублей за разработку документации по планировке одного из участков кольцевой дороги. Незаконные действия Кельбаха повлекли причинение ущерба в сумме более 2 миллиардов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, а также выявление иных возможных нарушений со стороны Кельбаха. Само дело против Кельбаха – это явное желание выйти на Агаларовых и раскрутить уже их дела. Достаточно сказать, что сам Кельбах, несмотря на все претензии, не арестован, а санкционированная судом выемка касалась только Крокуса и Агаларова. В этом странность дела. Основной обвиняемый не помещен под домашний арест. Сегодня сложившаяся практика, когда бизнес отвечает за чиновника, а последний получает свободу и пометку «сотрудничал со следственными органами». Более того, в день обнародования информации об уголовном деле он давал комментарии из кабинета в РЖД, где работает советником президента Олега Белозерова. Причем работает до сих пор. Какая связь между строительством ЦКАД и строительством стадиона Калининград к чемпионату мира 2018 года? Калининградский стадион уже стал причиной ареста братьев Магомедовых. Почему власти Калининграда подали иск на 105 миллионов рублей компании Крокус Интернешнл Араза Агаларова? Куда ушли все эти деньги, сейчас выясняют Следственный комитет России и редакция «Момент истины». В дорожных делах Араз Агаларов светился со знаком минус множество раз. Так, построенная Крокусом автодорога Дон была признана приемной строительной комиссией бракованной. Аудитор Валерий Богомолов сообщил газете «Новый взгляд», что итоги были почти плачевными. Оказалось, что за два прошедших года компании «Автодор» и «Крокус Интернешнл» бизнесмена Араза Агаларова фактически провалили проект. Из-за этого увеличились стоимость и сроки строительства. Кроме того, когда возводились опоры и фундамент для них, был применен не качественный бетон, а не тот, который указали в проектных документах. В результате толщина фундамента оказалась на 20 сантиметров меньше, что нарушает требования проектной документации. Это отмечают в надзорном ведомстве. Все это может сказаться на безопасности участка трассы. Стоит отметить ситуацию со станцией метро Микинина. Тогда конфликт, инициированный Агаларовым, пришлось урегулировать лично Сергею Собянину. Официальная претензия к структурам Араза Агаларова была высказана пресс-службой московского метрополитена. Крокус не предпринял ничего для сдачи объекта и обеспечения безопасности пассажиров. Поэтому сейчас можно говорить о том, что застройщик громкими заявлениями прикрывает свою халатность. По словам представителя метрополитена, инвестор и застройщик проекта многие годы не выполнял свои обязательства перед метрополитеном по оформлению установленных законом основополагающих документов на ввод станции после строительства. При этом застройщик знал о своих обязанностях. Некоторое время назад на озере в селе Немчиновка Одинцовского района плавали лебеди, в прозрачной воде плескалась рыба, жили дикие утки. Все изменилось после того, как по соседству был построен торгово-развлекательный центр «Вегас Кунцево». В Национальный экологический корпус поступило много заявлений от жителей поселков, которые живут на Немчиновских прудах. Суть заявления в том, что начали гибнуть рыба и утки и обвиняют в этом торговый центр «Вегас Кунцево», за который они производят выбросы. Мы, как наше экологическое подразделение, уже прибыли на место. Мы опрашиваемся жителей, мы проверяем очистные сооружения «Вегаса». Все заявления, которые нужны в правоохранную прокуратуру, в СМИ, в правоохранительные органы мы уже сделали. Сейчас наши инспекторы проводят проверку, и мы смотрим, насколько верно, что торговый центр «Вегас» занимается сбросом отходов в Немчиновский прудах. Те обращения, которые поступили в адрес Российской общественной организации «Зеленый патруль» и Национального экологического корпуса, сейчас необходимо просто проанализировать. Мы подготовим документы во все профильные контролирующие органы. Это, безусловно, Роспотребнадзор, это, скорее всего, предохранная прокуратура. Но самое главное, конечно, это же Росприроднадзор по Центрально-федеральному округу или, в принципе, Росприроднадзор. Потому что это нарушение экологического законодательства в первую очередь. Если кто-то не построил очистные сооружения и до сих пор продолжает спускать все это в такие водные объекты, а их у нас в Москве осталось очень мало, я считаю, что с этим нужно просто бороться очень жестко. Потому что я понимаю, что, может быть, это огромный торговый комплекс, куда ходят очень много москвичей, жителей Московской области. Но если этот торговый комплекс не имеет очистных сооружений, то с этим необходимо жестко работать. Самое интересное, что на этапе проекта очистительные сооружения и меры по сохранению местной экосистемы были предусмотрены, а, соответственно, был бюджет. Почему ничего не построено и куда делись деньги? Это те вопросы, которые могут появиться у надзорных органов. В данном случае, в отличие от ситуации с центральной кольцевой дорогой и стадионом в Калининграде, деньги просто исчезли и по факту почти ничего сделано не было. Два важных пункта, которые нас особенно привлекли, неисполнение которых нас особенно напрягло, заключались в том, что после строительства Вегаса, Вегас взял на себя обязательство произвести единовременную очистку большого немчиновского пруда и создать централизованные фекальные канализацию по просекам, которые находятся в той стране. То есть два пункта, текальная канализация и очистка пруда не исполнены. Точнее, скажем так, пруд очищали. Это выглядело следующим образом. Вот сюда, в протоки, приехал экскаватор. Ковшом выгреб отсюда всю высокую растительность, которая тоже фильтровала стоки. После чего ночью несколько кастарбайтеров, ну, о принадлежности говорить не могу, ну, как бы неких людей на резиновой лодке поплавали по этой части пруда и порвали кувшинки. И это как галочка звучит сегодня, что была проведена единовременная очистка пруда. На первом этапе были видны уже нарушения, допущенные при выделении земельного участка, когда земельный участок захватывал к себе акваторию этого пруда. Кроме того, после того, как стали обращать внимание на действительно неочищенные стоки, принимались определенные меры, чтобы определиться, откуда они выходят, в каких объемах. И была инициирована проверка с участием и представителей природоохранной прокуратуры. Кстати, в актах природоохранной прокуратуры эти все нарушения были очень четко выявлены. В том плане, что предусмотренные очистные сооружения при строительстве торгово-развлекательного комплекса не были сделаны. И по сути, по своей, можем сделать определенный вывод о том, что допущенные нарушения экологической системы именно произошли из-за нарушений при строительстве. Сейчас еще преждевременно говорить, что те следственные действия, которые были приведены в отношении компании Крокус, каким-то образом связаны с той экологической катастрофой, которая произошла в деревне в Девчиновке, вокруг озера, которая там расположена. Однако, то, что называется «дым без огня» не бывает, как мне кажется. Более того, если мы даже обратим внимание на саму фабулу тех действий, которые предприняли следственные действия в отношении компании «Вегас», говорит о том, что, как любой правильный предприниматель в Российской Федерации, у него все время присутствует соблазн сэкономить, соблазн заработать там, где зарабатывать, может быть, и не следовало. Как то, что инкриминируется в данный момент, это проценты начисленные с авансов по компании Крокус, то же самое и строительство коллектора, в отношении которого сломано столько копий. Все это предполагает, что желание топ-менеджмента той или иной компании сэкономить деньги для своих бенефициаров. С одной стороны, да, прекрасное и похвальное желание. С другой стороны, такое стремление в кавычках сэкономить может привести к тому, что эпизодов вокруг данной компании уголовных дел станет больше. После очередного сброса в конце июня из коллектора торгово-развлекательного центра озеро превратилось в зловонную жижу с трупами птиц и рыбой вверх брюхом, а шансов спасти зеленый клочок остается все меньше. В официальном ответе Крокус Групп, размещенного на сайте компании, говорится, что торгово-развлекательный комплекс Вегас Кунцево вовсе не причастны к проблеме озера. Но факт остается фактом. Проблемы с экосистемой района начались после строительства Вегас Кунцево, а сейчас перешли в угрожающее существование озеро Фазу. Да, действительно, открытие ТРК Вегас, этого замечательного с точки зрения потребителей торгово-развлекательного комплекса, действительно является очень важным для Одинцовского района. Мы считаем, что это на самом деле такой чудесный плод инженерного труда, дружной команды, которую возглавляет глава Крокуса, господин Агаларов. Мы на самом деле этому рады. Но есть одна печаль, которая появилась у нас и в ходе строительства торгово-развлекательного комплекса, и после его открытия. Эта печаль называется Большой Немчиновский пруд. Проблемы начались с момента строительства, с момента рытья котлована, гигантского котлована, воды из которого откачивались непосредственно в реку Чаченко, и оттуда попадали Большой Немчиновский пруд. Воды эти были с грунтом, и поэтому практически ежедневно, пока строился котлован, большой Немчиновский пруд мелел. По итогу, после завершения строительства строительства Вегаса, глубина пруда в месте падения река Чаченко в пруд уменьшилась с привычных для нас 2-3 метров до 20-30 сантиметров. Таким образом, обмеление пруда является результатом строительства ТРК Вегаса. В ходе подготовки к изучению материала, вреди дачи оценки ситуации, был изучен официальный ответ Крокус-Сити о том, что все нарушения, которые предъявлялись, допущенные со стороны группы, они не нашли под собой никакого подтверждения. Трудно с этим согласиться, потому что с самого момента начала строительства торгово-развлекательного центра, об этом уже по всем документам говорилось о том, что и плюс визуально о том, что допущено нарушение экологической системы. Далее пошли факты гибели рыбы, потом были допущены факты, вернее, установлены факты гибели птиц. Дальше визуально делались съемки того, что происходит с озером. Поэтому не связывать мы не имеем этого права, чисто правовом поле. Кроме того, есть ссылка на то, что были предприняты меры по очистке озера. И в связи с тем, что подписан договор и якобы эти выбранные работы были приняты администрацией, ну и ссылка отсюда рождается такая, что все в полном объеме свои обязательства по очистке пруда выполнены. Однако, если смотреть на это со стороны действительно восполнения экологической системы, то она нарушена безвозвратно практически и в полном объеме эти работы выполнены не было. В нашем фильме-расследовании мы расскажем о результатах экологической экспертизы и ответим, кто уничтожает озеро. Почему у следствия и судов только сейчас накопилась эта масса вопросов к владельцу группы компаний «Крокус Групп» Аразу Агаларову? Почему без исключения во всех озвученных выше событиях чиновники предпочитают молчать, оставляя людей один на один со своей бедой? Какие еще схемы использовали структуры «Крокус Групп», куда и как уходили деньги от многомиллиардных государственных контрактов? И почему никто не задавал вопросов? Как компании Араза Агаларова удалось стать крупнейшей девелоперской компанией России, легко обогнав конкурентов? Смотрите в самом громком расследовании 2019 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин